Институт Батырства Институт Батыров и Герои Степи И рассказываем о результатах этих исследований А еще мы встречаемся с неравнодушными североказахстанцами Которые увлекаются своей историей И выбирают они разные формы познания Кто-то увлекается ремесленничеством, кто-то народным творчеством А есть люди, которые изучают архивные документы Или увлекаются исторической реконструкцией И этот выпуск мы хотим посвятить именно этим людям Людям творческим, незаурядным, увлекающимся Конечно же их можно смело назвать современными батырами Современными героями Они по своей сути, конечно же, напоминают рыцарей средневековья Своей брутальностью Но по сути это те же мальчишки и девчонки с соседнего двора Только они выросли, но сохранили в своей душе вот этот веселье и задор Субтитры создавал DimaTorzok Аблай, вот расскажите, пожалуйста, историческая реконструкция Относительно, в принципе, недавно у нас в Казахстане стало развиваться это направление Это как, наверное, увлечение хобби у людей Что побуждает людей приходить в такие клубы? Ну, тут уже больше философский вопрос Почему люди занимаются спортом? Это то же самое, только здесь есть возможность сразиться с людьми на мечах На топорах, на мечах Проверить свои силы Почувствовать это дух времени, прошедшего эпохи Куртуазным рыцарем себя почувствовать Или каким-нибудь, не знаю, там степным воином То есть люди, они, конечно, у них больше соревновательных, чем... То есть это не агрессивные люди, по своей сути? В среднем, в основном, прям железе занимаются люди достаточно физически здоровые Ну, здоровые, молодые люди обычно этим занимаются И это, как сказать, там есть меры, и там есть меры агрессии, как в любом спорте Но, по большей части, это спорт друзей Все здесь живут товарищи Такая позитивная энергия, да? Да, вот мы с товарищем вот недавно только что прям били Я его не жалею, я его бил мечом, ногами, руками А когда раунд закончился, он не подходит Блин, прости, я тебе по ноге попал Ну, типа наступил, как не положено, не по правилам Или ударил щитом, хотя здесь нельзя Но это спорт для друзей Мало бывает того, что там прям кровавая ненависть Или какие-то зацфутбольные клубы там ругать Ну, это, наверное, все-таки, я думаю, еще люди должны быть какого-то широкого кругозора Потому что там нужно изучать эпоху, которую ты выбираешь, да? Нужно еще уметь мастерить какие-то или чинить свои доспехи, я так понимаю, да? Так, ну, человек это продукт своего окружения И тут волей-неволей тебе приходится изучать различные ремесла Допустим, физику, как работает железо Нужно понимать историю, социологию, экономику Совокупность этого Это не значит, что нужно быть магистром таких наук Но тут, по крайней мере, человек уже будет понимать, что правда, что ложь И примерно как-то более-менее ориентироваться Понимать, да, вот такое возможно было Вот это невозможно было Вы какую себе эпоху выбрали? Так, у меня облачение центрально-азиатского воина Эпохи Амертимера, тимуритской эпохи Тимуритский пехотинец Почему вы это выбрали? Так, из-за специфики ведения боя Я выбрал наиболее такой оптимальный Ну, чтобы порадовать, конечно, своих товарищей, родителей Одел центрально-азиатский доспех Почувствовать, скажем так, двух предков Понять, насколько это было Тяжесть этих битв, которые длились часами, днями Все эти маневры долгие Мы не понимаем, как сказать, важность всех этих действий исторических Когда говорят, какая-то битва была в школе, мы проходим Ну, была, 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 была А это под, ну, это очень тяжело Ну, и одновременно не тяжело Требует физическая, наверное, тренировки, подготовленность Требуется определенная физическая подготовка, моральная подготовка Ну, и как-то так Тренируетесь? Ходите в спортзал? Так, у нас обычно бывают клубные тренировки три раза в неделю Мы в спортзалах Ну, и так у всех клубов есть свои помещения Они регулярно обычно тренируются Бывают мероприятия Вы в клуб ходите, то есть вы сейчас живете в другом городе И там ходите по своем регионе, да, в клуб А, в принципе, родом отсюда каким? Так, я родом отсюда, я здесь раньше занимался Но из-за своей работы мне пришлось ехать Я сейчас регулярно с клубом так не тренирую, как раньше Но у меня получается приехать на фестиваль И поучаствовать вместе с этими товарищами А кем вы работаете? Так, я работаю инженером в Центре космической связи Но в свободное время вы посвящаете изучению, да? Ну, Сигас Харла Барсерла, но это одна часть из моих хобби Когда вам этот интерес пробудился вас? То есть в каком возрасте вы начали понимать, что это вас интересует И вы хотите больше узнать? Знаете, у меня, когда я был ребенком, у меня была книга Называлась Харагирей Хабамбай И мне, это мой самый любимый батар И вот как-то с детства, как-то это Нет понятия такого, чтобы резко щелчок и ты сразу полюбил Это, как сказать, это изначально в тебе есть ли такой дух соревновательности Немножко, ну, это все совокупность и все какие-то идут У каждого мужчины, у каждого мужчины есть такой, ну, дух соревнования И каждый, который смотрит, ну, думает, блин, я бы занялся, если было бы, не знаю, время, возможности или все такое А вообще это дорогое хобби, увлечение, нет? Так, ну, если заниматься, ну, как сказать Если сравнивать с бегом, то, конечно, дороже Относительно недорого и недешево Все зависит от твоей увлеченности Ну, как сказать, по-разному Можно купить простую вещь задорого А можно купить тоже вещи задешевле Это по-разному бывает Допустим, наш, допустим, кузнец делает все местные цены Соответственно, местные, какой-нибудь европейский, извините, у них свои цены Да, то есть вы где-то заказываете, это вы не сами делаете? Да, часть заказываем Допустим, некоторые, допустим, мое снаряжение сделал мой, допустим, наш одноклубник Владимир Торопов Допустим, этот топор мы купили где-нибудь у мастера из Момска А вообще у нас много мастеров таких хороших в Казахстане? Достаточно так Если в общем количестве забрать с нашими соседними странами У нас будет поменьше, но если индивидуально, то у нас не хуже То есть уровень неплохой для вас? Соизмеримый Соревновались как-то с другими? Обязательно, разумеется Я относительно наш одноклубник занимаюсь этим недавно Но и я успел съехать на 3-4 турнира Сразиться с множественными европейцами Даже за море господа приезжали Как оцениваете? Сравниваете нас? Насколько вовлеченность сильно? Как сказать? Ну, мужчины везде одинаковые Более-менее плюс-минус Решают лишь подготовка Тот же самый, как сказать Не сказать, что они чем-то сильнее Нас чем-то у них что-то такое Они примерно такие же, как и мы Разница в том, что если человек долго занимался У него будет больше опыта Да, получается у нас это очень Как сказать, чтобы это приносило доход У нас он не настолько развито То есть у нас мастера это фанаты своего дела То есть либо, то есть не так часто Не таким большим спросом у нас это пользуются Чтобы это превращалось в бизнес Ну, как бы это все по мере роста движения все-таки происходит То есть я когда общался из других стран Из других городов с мастерами То есть те люди, кто там лет 15-20 назад То есть сидели, грубо говоря, в подвалах что-то мастерили Сейчас уже имеют свои производства И то есть наложили Да, небольшие, даже большие ЦК хорошие То есть работают с музеями Делают именно Реставрационные какие-то работы Не реставрационные, больше То есть музей заказывают новоделы Но под историю Чтобы воссоздать эпоху Да, то есть воссоздать эпоху То есть, грубо говоря, берется какой-нибудь экспонат Из Каирского музея Снимаются с него мерки Ну, нюансы учитываются И делают точно такие же, грубо говоря, в музее, ну, там, не знаю, Казан Какого-то, ну, другого города То есть по эпохе что подходит Вот, то есть люди уже точно на таком уровне Что они делают экспозиции в музее То есть полностью соблюдая и технологический процесс И внешний вид То есть мы... К вам обращались с таким? Вот, с таким нет То есть мы пока вот занимаемся только боями Да Для Куба, для других Кубов, другие города То есть мы что-то шили, что-то делали, чем-то помогали То есть если делать для кого-то на заказ То есть мы договоримся о цене, о строках То есть мы исполняем на заказ То есть это не вопрос Вот Насчет как бы дорогого хобби То есть ну что-то, да, для себя То есть мы делаем То есть у нас как бы Нас немного, вот Начнем с этого Мы делаем для себя хороший доспех Нас приглашают на другие фестивали То есть, грубо говоря, за доспехом Мы потом катаемся То есть у нас есть доспех У нас есть умение У нас есть команда Нам платят, чтобы мы приехали То есть нам платят дорогу, проживание То есть где-то помогают организаторы с этим вопросом То есть чтобы движение не закисало, не застаивалось То есть организаторы всегда им нужно привлекать бойцов Собственно, есть профессиональные бои Есть такой промоушен, как ВМФС, который занимается профессиональными боями. То есть, свои лиги, свои чемпионаты. Все это есть. Также групповые бои. То есть, групповые бои этого нет нигде, ни в одном виде спорта. Пробовали смешанные недоборства, фигня получилась. У нас бои идут от 2 на 2 до 150 на 150. То есть, битвы дворов так называемые. То есть, это очень зрелищно, это безумно зрелищно. Я не буду говорить про такое направление, как джойстинг, то есть, конные бои. То есть, у нас до этого, да, у нас сложно с лошадьми, на удивление, с заученными, то есть, правильно обученными лошадьми. Да, у нас проблема в Казахстане. Вот это просто, это такое зрелище, которое собирает просто тысячи людей, просто тысячи зрителей. Перспективы, в принципе. Да, то есть, перспективы у нас богатейшие. Просто вот у нас здесь этим никто нормально не занимается. Мы не берем в расчет какие-то показухи, где там, извините меня, в накидочках, там, с деревянными мечами народ на массовке стоит. Это не то. У нас все исторически подтверждено. То есть, не допустим, там, где-то не совсем до мелочей. То есть, грубо говоря, то есть, есть реконструкция, прям вот living history, вот прям вот самый сок реконструкции. То есть, когда вопрос шва стоит, то есть, на костюме, то есть, он сверяется с источником, с историческим, то есть, с изысканиями какого-то ученого, который описывал, допустим, вот, определенный костюм, да, то есть, шов вот такой, ткань вот такая. И человек реально берет нитку, ну, вот только льняную, либо какую-то шерстиную прошивает ткань, ткань тоже ткется вручную на ткацком станке. То есть, специально, чтобы вот такое было плетение, рисунок. То есть, вот это реконструкция, это living history, это прям, это вот самый писк. У нас оно, как бы, для народа гораздо понятнее, для людей, именно ИСБ, исторический средневековый бой, у нас нету прям вот такой дотошности. То есть, ну, ткань может быть лен, да, то есть, не будем брать домотканы, да, там, шов машины, ну, в принципе, пойдет ручной некритично. То есть, чтобы так, общая картина, то есть, правило трех метров, чтобы все выглядело хорошо. То есть, у нас все-таки, у нас и спорт, и история, мы вот это здесь совмещаем, да. Поэтому у нас оно вот так вот. Я был на Урале в Кузнецах, в Москве в мастерских, там много где в Украине было, в Белоруссии, в Молдавии. То есть, металл сейчас гораздо лучше. Раньше, чтобы приготовить качественную сталь, да, это нужно было переработать труду, и там выплавить сталь, то есть, там, грубо говоря, там, тигеля стали, там берется какой-то небольшой процент, из которого делается, то есть, получается, слиток. Этот слиток нужно раскатать, то есть, там куча манипуляций, плюс технологические процессы, выжигает углерод, ну, там, не буду дальше, буду долго расписывать. То есть, сейчас крепче. Сейчас, да, сейчас просто идешь, сталь, там, 95Х18, к примеру, на клинке, там, или... То есть, маркировка стали, марочная сталь, лучше, чем, допустим, даже с распространенной 65ГС, которую в машиностроении делают из-за рессоры, мы из нее делаем доспехи, мы из них делаем клинки, то есть, пружинистая сталь после термообработки получает, то есть, отлит, то есть, напружинит, собственно, из названия, как понятно, то есть, она не пропускает удар, она не сильно мнется, при этом она легкая, то есть, здесь, здесь, здесь больше так стандартизировано, то есть, больше, как бы, уделено внимание именно спортивной составляет, чтобы было легче биться, чтобы было зрелищней, вот, чтобы и меньше уставали суставы, спины и прочую часть, то есть, делается из титана, даже из видов титан, титан разрешен, да, сейчас разрешили делать из титана, то есть, но тоже, чтобы он выглядел, то есть, он, в принципе, сам по себе серенький такой, но он полированный, либо обработанный, он, как бы, выглядит, как сталь, в принципе, особо неотличимый, либо, допустим, если корпусный доспех пластинчатого ночевного типа, типа хатанга, дугель, либо бригантины, они под тканью, получается, под шерстью пластины, их не видно, То есть тут тоже в допуске, тоже в норме. Такая интересная штука, просто со спортивной точки зрения, фитование резинсанса, она же хема. То есть там у них фитование с уколами. То есть вот это заготовка на саблю, грубо говоря, на спортивную. В чем штука, показываю наглядно, пружинистая сталь. Вот ровный клинок. Вот пружинистая сталь. То есть она пружинит назад, то есть какую форму и придали при закалке, такую она и держит. То же самое с доспехами. Вы тупите? Обязательно. Мы дружим с уголовным кодексом. И нашей страны, и других. Естественно, все клинки затуплены, все кромки скруглены, чтобы она, во-первых, не подходила под холодное оружие. Плюс, как бы нас не так много, чтобы бить друг друга. Рожите друг друга. Да, мы все-таки на рестальща можем бить друг друга очень сильно, больно, жестко и долго. Но вне рестальща это все добрые друзья и товарищи. Поэтому мы тоже следим за кромками, чтобы все было скруглено, чтобы не было травматизма. Плюс есть судейские бригады, которые перед каждым выходом, получается, чипуют. То есть вот чипы каждого мероприятия. То есть судья взвешивает, смотрит все кромки, чтобы все было гладенько, все было кругленько и замечательно. И ставит, грубо говоря, берет на себя ответственность ставить чип. То есть все, это оружие допущено. В нем можно биться. Хотелось бы узнать, насколько у нас люди вовлечены в изучение своей истории, своих корней. Потому что мне кажется, что все чаще и чаще люди выбирают разные формы, направления. И все больше людей интересуются своим прошлым. Откуда они, кто и как вообще жили наши предки. Вот в своей работе вы сталкиваетесь же с разными кружками, клубами, разными сообществами. В нашей работе мы в последнее время стали очень активно работать с местным населением, людьми, которые заинтересованы историей, историей родного края. И мы это можем видеть на различных мероприятиях, на различных проектах. Мы работаем со школами, где школьники пишут различные проекты о краеведении, о известных батырах, личностях. Также наши местные краеведы в последние годы 3-4 активно поднимают имена забытых батыров. Суиндек батыр, к примеру, Жанатай батыр поднимали. Байталах батыр, яркие примеры, открытые за последние годы. И также активно сейчас к этому подключаются реконструкторы. Буквально два года назад в Министерстве культуры была инициирована программа по развитию исторической реконструкции. И в нашем городе есть такой клуб «Тимир Тумен». Мы с ними активно поработали, поучаствовали. И предложили провести турнир «Битвы веков». И стоит отметить, что эти люди, занимающиеся исторической реконструкцией, не просто вышли, побились, подрались, чтобы парку испустили. Но они изучают при этом же историю. То есть какие были битвы, какие были сражения. Тоже обмундирование. И, как правило, они стараются реконструировать это обмундирование. Это течение очень модно сейчас в Европе, очень модно в России. И мы хотим это возобновить, восстановить, чтобы и у нас это появилось. Поэтому впервые мы проводим такой турнир. Здесь стоит сказать, что активно поддержал нас управление культурой, акимат города Петропавловска, спонсоры. И в дальнейшем возникла идея уже даже проводить что-то возможное на уровне международного. Мы когда планировали этот турнир, мы думали, это будет просто обычно наш городской турнир. Наши участники будут и все. Пандемия внесла свои коррективы. Люди два года не могли встречаться. И вот с других городов услышали, с Алматы, с Астаны, с Кустана. И они тоже изъявили желание поучаствовать. Мы были рады. У нас таким образом получился турнир республиканский уже. В дальнейшем, как вы знаете, мы планируем в рамках комплексного плана развития Сирокастанской области есть у нас проект музификации археологических объектов. В том году мы музифицировали Кызалабу. В этом году мы будем восстанавливать комплекс Байкара археологический. Это сакское захоронение. И мы хотим восстановить полностью Курган вместе с захоронением, то есть для туризма. А на следующем мы планируем музифицировать сакское поселение Ахери. И вот именно на этой точке полностью восстановив поселение, ворота, жилища. Мы планируем проводить различные исторические уже сражения, реконструкции, битвы того времени. И надеемся, что тоже вызовет большой интерес. Вот сейчас мы прорабатываем с тем же Тимур Туменом проектом в дальнейшем. Чтобы уже могли принимать участие с Казахстана, с России, в Кыргызстане это очень развито. В Узбекистане тоже этих коллег пригласить. И исторические сражения проводить на таких археологических поселениях, как у нас. В принципе, эти люди довольно-таки разносторонние, потому что там надо и ремесла же знать. В принципе, да, по сути, они же и сами какие-то доспехи сооружают. Я знаю, что там до полугода доходит, да, если кольчугу плести, там от трех месяцев до шести, там у некоторых уходит. То есть даже вот эти щиты, шлемы, то есть это все. И надо знать не только, но еще и военное дело, да. Была, наверное, этика у воинов, да, как они себя вели, то есть, да, на поле боя. То есть это все же нужно как бы в комплексе изучать, да, я понимаю. Ну да, здесь, то есть различные технологии. К примеру, вот был фестиваль ремесленников у нас республиканский в марте, да, на Наурыс. Тоже приезжали оружейщики, они вот знакомили, показывали именно, как производилась кольчуга. В то время, да. Стоит отметить, что вот именно азиатская кольчуга, среднеазиатская, пластинчатые доспехи, они легли в основу современных бронежилетов. Интересно. Да, то есть если европейские, это цельные латы просто были, а у нас пластинчатые, это больше обезопасило. И эти люди, которые занимаются этим, они реконструируют, изучают, естественно, то есть пополняют свой багаж знаний. Также стоит отметить, что это, как правило, непрофессиональные реконструкторы-мастера. Да, это любители, люди абсолютно разных профессий могут быть здесь. Это тоже как бы такое объединение разных интересов. То есть хобби, увлечение и, на мой взгляд, это отрадно, что люди не сидят просто так в телефоне, там что-то там, лайки ставят и все, а именно пытаются развить, узнать и показать вот это все. Такой воспитательный характер еще есть. Если говорить о тех же тактических сражениях, то у казахов, допустим, с малых лет, они вот с пяти лет на лошадь садили, да, национальные игры казахов, к примеру, аудораспах, борьба на лошади, да, скачки. Это все, в принципе, шла подготовка мальчика, да, к будущим битвам, сражениям. И, в принципе, и у нас здесь видели первая часть турнира, она была на мягком материале. То есть, в принципе, любой желающий потом мог поучаствовать, попробовать посражаться. Но уже те, кто профессионально занимается, они уже непосредственно в железном бое участвуют. Ну, довольно-таки жесткие такие сражения, я хочу сказать. Ну, это такой мужской, что называется, суровый спорт, да, но при этом защита помогает, спасает, для чего одевается. То есть, амунирование само, оно достигает 30 килограммов. Но за счет этого, в принципе, и обезболивает это. Но стоит отметить, что люди, когда начинают сражаться, они просто входят в азарт, адреналин, и, как правило, вот этих ударов, они, в принципе, не замечают. Расскажите, пожалуйста, о том, как в средние века, какое было у военных наших, вот, сарбазов, да, батыров, какое было амунирование, вот, чем оно отличалось? Я хочу сказать, что вот эти вещи, которые испоконвяков передавались по наследству казахов, мастерство изготовления вот этих вещей, она принадлежит разным расслойкам. Почему? Потому что я могу привести вам пример. В Сергеевском районе Северо-Казахстанской области есть село Балван. И там был аксакал по имени Кавен. И этот аксакал, он готовил все эти вещи, которые, возможно, его родственники меня услышат. Кольца, всякие жилеты, всякие вещи, которые связаны с обмундированием. Мне, когда я был маленький, у этого дедушки видел это все, как это делается на огне в деревенских условиях. Характерная черта вот именно казахских воинах Средневековья, вот, чем отличались они? Во-первых, нужно сказать, что воины имели под собой, значит, великую силу, это лошадь. И лошадь это многое дало. Я думаю, батырство не в одном лице, что он могучий батыр был, а и в лошади было. Потому что его ловкости, его движение, быстроте и так далее. Многие моменты в лошади сказано. Станислав, вот, что вас привлекает в этом виде спорта, если, наверное, спортом можно назвать, потому что там столько требует усилий, занятий? Ну, на самом деле, последние примерно 12 лет это все переросло в настоящий профессиональный спорт. Конечно, это до сих пор почти по всему миру больше на уровне хобби, но всемирная организация идет к тому, чтобы это стало именно настоящим профессиональным, поддерживаемым государственным спортом. Ну, и мы, как бы, вместе с этим постепенно к этому идем. Как бы так. Поэтому, да, думаю, для многих из нас это, на самом деле, профессиональный спорт, потому что мы отдаем этому очень много времени и сил. Сколько? Ну, каждый по-своему, но в среднем у каждого спортсмена от 3 до 5 тренировок в неделю по 2-3-4 часа. Ну, и постоянная работа именно в плане изготовления, доработок данных доспехов, ну, и как и постоянного зарабатывания на то, чтобы это все можно было купить, так как это не дешевое удовольствие, кузнецы. Ну, сколько, допустим, ваши доспехи обошлись вам? Ну, скажем, в среднем доспех стоит от 2 до 5 тысяч долларов, то есть в зависимости от того, какие материалы, какой размер и, ну, что именно ты хочешь. В среднем где-то так. Конечно, что-то простое можно собрать там за 200-300 тысяч тенге, но в этом ты не сможешь выступать на международном уровне, ну, и, скорее всего, просто не будешь допущен из-за отсутствия определенных, так сказать, моментов по безопасности нужных стали, которые выдерживают подобные удары и так далее. А нужно ли этому учиться, то есть какие-то требования, правила, жесткие ограничения, что, как это вот у вас регулируется? Ну, в первую очередь должно быть желание этим заниматься, потому что, как я и сказал, нужно очень много времени посвящать тренировкам и работе над доспехами. В принципе, самое главное в этом всем, что нас больше всего в этом привлекает, вот первоначальный вопрос, это именно вот эта вот возможность прикоснуться к истории, ко всему этому. Ко всему этому. Именно, да, потому что вообще все это движение изначально пошло от такого движения, как реконструкторство. То есть все мы увлечены историей и желанием вот это все воссоздавать. И как бы спустя время все это реконструкторское движение решило, что, ну, не только вот эти постановочные мероприятия, но и интересно именно видеть это как спорт, как соревновательную какую-то дисциплину. Какие-то правила есть в соревнованиях? Ну, правил, естественно, очень много. На основные, конечно, правила, ну, то есть у нас есть много номинаций, в них, естественно, разные правила. Ну, вот то, что вы сегодня видели, массовые командные бои, в них есть определенные правила. Это, то есть, например, нельзя бить под колено, нельзя бить в основание шеи, нельзя проводить, так сказать, болевые приемы и там выкручивать суставы. Но при этом можно бороться, можно пинаться, можно бить руками, ногами и все такое. Но, конечно, есть определенные правила, которые созданы для того, чтобы максимально, так сказать, исключить травматичность. Да, да. То есть, есть какое-то профессиональное тренерство в этом или нужно какой-то сертификат, чтобы допускать и обучать своих там же коллег. Тренерство, конечно. Ну, вот сейчас, к примеру, если брать зарубежные страны, там, конечно, сейчас есть уже и школы именно прям людей, которые там тренируют. Сертификаты у них есть, да? Есть, конечно, какие-то сертификаты, но в основном это тренируют опытные топовые бойцы, кто уже с многолетним опытом, многими там призовыми местами и так далее. То есть, они постепенно с возрастом перерастают, да, перерастают уже в тренеров, так как, ну, все равно, там, есть у нас бойцы, которым и 40, и за 45, и под 50 лет. Но в такой топовый сегмент, естественно, зависит от физической формы и все-таки есть определенный возрастной момент, когда эта форма у человека уходит. И нужно переходить уже на что-то дальше, передавать свой опыт и так далее, да. Ну, то есть, даже вот мы, мое поколение бойцов, то есть, мы уже как бы в основном занимаемся тренерством именно молодых бойцов, но также и выступаем. Поддерживаете форму? Ну, конечно, ну, мы выступаем, мы выступаем за Казахстан, за свои города, и, то есть, мы ездим по регионам, так как мы, ну, вот здесь сегодня собрано немалое количество именно бойцов, которые именно в Казахстане считаются топового уровня, и в основном мы выступаем на международных аренах, то есть, но при этом здесь много молодых бойцов, клубов, которые вот именно приезжают, там, поднять свой уровень и так далее. Люди уходят или надолго остаются? Здесь, на самом деле, люди, которые приходят, они, бывает, уходят, и спустя, там, 5-10 лет приходят с большим ажиотажем и остаются до конца, то есть, тут, на самом деле, это, ну, от многих факторов зависит, и, там, материальных, может быть, и каких-то духовных, и даже семейных каких-то отношений, ну, скажем так, не в каждой семье могут принять то, что, там, отец занимается вот таким, с этими всеми топорами, катается, там, по странам, занимается этим тоже, ну, везде есть свои нюансы, я думаю, это, как и в любом спорте, в любом увлечении такое. Думаю, как-то так. Есть ли в этом клубах, в вашем, в исторической реконструкции, девушки, женщины? Ну, конечно, и немало, то есть, есть и даже чемпионат мира, в котором есть отдельно выступают именно команды профессиональные. То есть, они тоже сражаются? Конечно, и, конечно, есть и профессиональные команды девушек, есть и профессиональные тренера в этом спорте, девушки, и чемпионки мира в этом спорте и так далее. Конечно, есть, даже на данном мероприятии тоже выступали девушки. Это мероприятие больше как, конечно, не соревновательное, это больше первые казахстанские сборы, вот из-за всей вот этой вот, там, карантинной, вот этой всей ситуации, нам, ну, на несколько лет мы все были, можно сказать, парализованы, там, в выступлениях и так далее. Вообще, вот, интересно, как приходят девушки в клуб исторической реконструкции? Изначально это, вот, наверное, парни были, а потом девушки присоединились или нет? Ну, вообще, насколько я знаю, ну, да, в какой-то степени пацаны чаще приходят, девчонки там буквально пару, одна, две, но в российских клубах не всегда так. Ну, там бывает, что, ну, они не главы, ну, не изначально создавали клуб девчата, но при этом девчат достаточно много, или просто достигшие больше, чем парни. Ну, у нас в клубе, вот, в основном парни, тренировки только с парнями, а так вообще на выездах с девчонками, там именно вот уже идет разграничение. Также можно и ногу подвернуть, и руку сломать, но все же это не так сильно. У нас больше ушибы, если доспех неправильно сделан, закреплен, либо просто не твой, а должен, и поэтому будет мешаться. А так, если он твой, по тебе сделан, то он будет хорошо защищать, и все в порядке будет. Ну, вообще, у нас есть, как бы, фехтование чистое, где вот один на один, поправила все. Ну, мне это тоже нравится. Ну, в основном, я в этих боях, потому что девчат часа не хватает. Нас буквально на фестивале может быть шесть человек. Помимо физической тренировки, тренировок, подготовки, сколько времени уделяется изучению истории, допустим, да, каких-то там, как сражались, допустим, да, как они там жили люди, вот, то есть... Наверное, это индивидуальный вопрос, потому что кто-то все-таки больше к этому относится непосредственно как к спорту, и историю он изучает непосредственно через эти тренировки, через сами доспехи, ремонт этих доспехов, потому что, ну, как ни крути, в любом, каждый из нас знает, что на нем одето, что почему, кто-то в восточные доспехи, кто-то в европейские, кто-то еще в какие-то, и, походу, он это изучает. Там много нюансов, которые в любом случае ты выучишь. Кто-то к этому относится больше как к реконструкторскому увлечению, и спорт для него, да. И сначала он начинает с истории, да. Спорт для него немного на втором, а то и третьем плане, и он больше уже к истории, больше изучения кузнечного ремесла, там, каких-то вещей с пошивом одежд, выбором тканей, вот, рукоделием и так далее. И спорт для него может быть там на третьем месте, он выступает, но самое главное для него это вот больше работа вот с этими мелочами и погружением в саму историю. То есть движение наше, оно очень обширно. И принимают все. Да, очень много людей. То есть, например, есть даже там в разных странах, ну, у нас тоже есть ребята там какие-то, ну, с определенными, так сказать, трудностями, со здоровьем, с физическими. В мире есть даже команды и даже целые организации, где нашим спортом занимаются именно такие люди, которым помогают, обучают, и они этим занимаются. То есть здесь очень обширно, и самое главное, что этот спорт, вот, все мы спортсмены, там, большинство по всему миру, мы все друг друга отчасти знаем, хоть, как бы, нас и много. Все мы очень хорошие друзья и всегда друг друга поддерживаем. То есть бывает такое, что какой-то команде из совсем другой страны не хватает там чего-то, например, там, даже денег на какой-то перелет, на какие-то соревнования. Там команды помогают, и вот до того момента, пока на наших шлемах не закрывается забрало, и маршал не говорит команду бой, мы все, можно сказать, лучшие друзья, которые готовы очень многим пожертвовать ради каждого из нас. Но в момент, когда мы закрываем шлема, все это, конечно, превращается в соревнование, где каждый из нас соперников. До того момента, пока мы снова не открываем эти забрало. Ну и мы всегда, в основном, всем рады, среди нас в основном, ну, как мне кажется, и как я с этим сталкиваюсь, в основном здесь только хорошие люди с определенно правильным мышлением, идут со всем этим, да, с общей идеей, идут вот так по жизни, вот с этим всем. И вы, конечно же, поддержали, да, то есть вы призовой фонд учредили, помогли им как-то в организации, да, вот это? Ну да, мы здесь организовали призовой фонд, у нас первое, второе, третье место, за первое мы дали 50 тысяч, 30 и 20. Также мы оплатили проезд, организация непосредственно площадью, все вот это. Но здесь я еще раз хочу отметить, что меценаты, люди, которые поддержали нас, заинтересовались этим, и я надеюсь, что в дальнейшем таких людей, меценатов, у нас также будет еще больше, которые будут поддерживать именно вот такие исторические проекты. Вот эта вот битва веков, она посвящена, я так понимаю, эпохе Золотой Орды. Почему именно этот период этот выбран, и как это все согласуется, то есть какая-то есть программа, концепция? Ну, как вы знаете, у нас в 2019 году был объявлен годом Золотой Орды, 750-летие проходило, и именно у нас в Северо-Казахстанской области мы нашли уникальный памятник Козыл-Аба, памятник Средневековича, уже докажут, что он первая половина XIV века, и, как правило, мы, если говорить о нашей области, период именно Средневековья, он практически не изучен. То есть у нас хорошо изучен Каменный век, Эниолит, тот же Батай, и уже, начиная от присоединения колонизации России и Казахстана уже, вот этот промежуток известный, а между ними, именно Средневековья, казахская ханция, это практически не изучено, да, и мы бы вот хотели это поднять, привлечь внимание к этому. Опять же, мы хотели бы привлечь внимание, в истории очень много вопросов сейчас по ханам, биям, но мы бы еще хотели такому моменту институту, как мы говорим, институт батырства. То есть, в принципе, батыром мог стать любой человек, не только это был богатый, знатный какой-то человек, но это мог быть и выходить, обычно выходить из народа, который проявил отвагу, проявил смекалку, и про них рассказать. Мы очень много, как я говорю, сейчас поднимаем имена наших батыров. К сожалению, в современных учебниках истории очень много говорится о Кабанбае, Багенбае, батыре. Но это батыры Казахстана, да, согласен, но они не с нашей земли. У нас не менее известный, тот же Кажаберген Жирал, который возглавлял казахское все это, участвовал в написании свода законов Таукихана, Гетежарга, Кольца-Рыба, тот же правая рука Аблайхана, который, помимо того, что был военачальником, был и лечителем, и дипломатом. Вот к этому мы приурачиваем. Территория эпохи Золотой Орды, ой, вот сама Золотая Орда, она делилась как бы на правое и левое крыло, и в левое крыло основная часть территории Казахстана, да, входила от того периода. В принципе, и расцвет Золотой Эпохи тоже приходился именно на нашу территорию, я как понимаю. Яркие личности были, да, Анны, заслуживают внимания. Основатель Золотой Орды, Жоша-Хан, он захоронен у нас в Карагандинской области, вот так. И вот здесь мы сейчас совместно с археологами, с учеными, мы хотим вот именно связать Мазар Кызылабе, Мавзолей Жоша-Хана. Есть аналогичные памятники Батагаево-Молинской области, Алаколь в Павлодарской области. То есть мы хотим закольцевать и показать, что именно вот на севере существовал большой блок такой поселения, именно Золотой Орды периода. И возможно, что даже те же города были на севере. Но не планировано это невозможно. Да, что это было просто, как сейчас принято говорить, здесь просто были леса-поля, где пасли сход и все, и больше ничего не было. Мы же хотим доказать обратное. И находите, в принципе, догадаться. Да, в рамках вот та же Мазар Кызылабе мы находим. В этом году мы планируем продолжить там же раскопки на Мазаре. И мы непосредственно уже есть предметно у нас, где заложено, было возможное поселение. То есть просматриваются печи, арыничные системы. И вот мы хотим это проверить, свою догадку. Надеемся, что мы подтвердим это. Мазар Кызылабе Мазар Кызылабе